Если ты любишь Майнкрафт и интересные видео, если ты ищешь веселого и позитивного человека, то заходи и подписывайся на канал Пахи, он не даст тебе загрустить. Как делишь, кребетишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт, в прохождение очередной новой и крутой карты о охране. Потому что нам сегодня предстоит стать охранником, где мы будем охранять различные сокровища в музеях, в садах, в ядерных реакторах и многое, ребята, другое. Я надеюсь, что вам понравится эта карта, если вы хотите продолжения, или если вы хотите видеть видео каждый день, видеть больше прохождений карт, ребята, я буду рад, если вы влепите большущий палец вверх, ребята. Если мы с вами сможем набрать 3000 лайков на вот этой серии, то я завтра же выпущу новую серию с прохождением какой-то новой и крутой карты, ребята. Честное слово, я верю в то, что мои подписчики смогут набрать 3000 лайков. Это очень просто, ребята, поставить один лайк. Если мы дружно соберемся, каждый из нас поставить лайк, то 3000 лайков мы наберем за один день, и завтра же выйдет новая серия. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Также, ребята, делайте репост этого видео, делитесь со своими друзьями и, конечно же, пишите комментарии. На самые интересные комментарии я буду отмечать. Пишите ваше мнение о этой карте. Да, ребята, а сейчас мы будем сразу же приступать. Что у нас тут есть? Тут есть различные улучшения. Мы можем купить это всё за алмазы, которые мы будем получать за выполнение вот этих всех задач. А у нас тут есть бесплатная, это стартер-пак охранника. У нас есть, ребята, бронежилет, который нам даёт 7 урона. Нифига себе. У нас также есть полицейская дубинка, которой мы будем отбиваться от врагов. И также, ребята, у нас есть арбалет. В принципе, для охранника было бы лучше пистолет, но почему-то нас перенесли нам много столетий назад и дали нам арбалет. И также одну стрелу, которая, мне кажется, бесконечная. Поэтому, ребята, какая у нас будет сложность? Давайте первые, первые, первые два уровня мы пройдём на изи. Потому что я не представляю, что нам там нужно будет делать. Если я увижу то, что всё очень просто, то я, конечно же, ребята, поставлю высшую сложность. Так, что нам дальше нужно? Как видите, у нас тут есть различные инструкции. И вот это всё, ребята, другое. И тут у нас есть различные уровни. Первый уровень это музей. Мы тут будем отбиваться от грабителей. И, конечно же, нажимаем на старт, чтобы начать наш первый уровень. У нас что-то там в чате говорит, но я, ребята, всё вам быстренько переведу. То есть, нажми на вот это окошко зоны, чтобы нас перенесли на периметр. То есть, в сам музей. А потом мы можем вернуться вот сюда, в эту комнату охраны, чтобы также, ребята, продолжить наблюдение. Мне почему-то это напоминает какой-то Five Nights at Freddy's. Потому что мы смотрим в камеры. Давайте сначала пойдём вот сюда. Нажмём в зону. Так, мы охраняем картины. Мы охраняем голову английского ютубера. Ребята, лайк, кто знает, кто это такой. Также охраняем какие-то различные другие картины. И мы можем отсюда выйти. Там есть ещё какой-то... Нет, больше никакого зала нет. Поэтому, ребята, мы тут охраняем это всё. У нас тут есть одна камера, у нас тут есть вторая камера. И нам нужно не позволить каким-то грабителям украсть у нас вот это сокровище. Сейчас, ребята, мы вернёмся вот сюда. И вот смотрите. Мы можем смотреть в первой камере. И также мы можем смотреть во второй камере. Чтобы нам на неё переключиться, нужно нажать правую кнопку. И смотрите, это камера. Мы наблюдаем. Вот это офигеть, какие карты. Вот смотрите, я даже ничего не делаю. Камера сама крутится. И мы наблюдаем через камеру. Никто ли сюда не подходит. Чтобы выйти с камеры, нажимаем правую кнопочку. Или на что нажимаем? Ага, то есть, если мы заметим... О, вор! Там уже вор! Нужно зайти в эту зону. Вор! Вор! Украл голову! Украл голову, зараза! Верни! Так. Первого вора мы убили и забрали голову назад. И что у нас тут написано? Спасибо за то, что ты защищаешь музей и делаешь свою работу. И как вы, ребята, поняли, мы будем следить по камерам. Нету ли какого-то вора, который хочет ограбить наш музей и забрать вот этот ценный скарб. Сокровище. Клад. Скарб. Скарб, мне кажется, это по-украински. Да, вот украинские корни все же, ребята, есть. Поэтому скарб. Скарб, мне кажется, это по-украински. Но все же, ребята, нам нужно внимательно... Ворюга, ворюга, который... Нет, не дадим украсть. Не дадим украсть, зараза. На тебе в рыло. На тебе прям в нос попиндос. Зашибись. Мы прошли первый уровень. И что нам написано? Эдисон, спасибо за отличную работу на своей службе сегодня ночью. Продолжай в том же духе. И, ребята, смотрите, что у нас еще написано. То есть, хорошо сделано на своей первой ночи дежурства. То есть, следующая работа была разблокирована. Ты также можешь улучшить свои вещички и многое, ребята. Другое. Каждый вор, которого мы сходим, попадать в тюрьму, паскуда. Поэтому, ребята, что мы можем сейчас купить? У нас есть два алмаза. Мы можем купить какие-то газ-стрелы. Стрелы, которые будут выпускать газ. И также какие-то... Еще какие-то стрелы. Фраг-стрелы. Я не знаю, что это такое, ребята. Тейзер. Тейзер, это у нас электрошокер. Нифига себе. Также, ребята, Iron Nightstick Coast. Это у нас деревянная дубинка. Мы можем купить, ребята, железную дубинку. Потом мы также можем купить улучшенный бронежилет. И также нереально улучшенный бронежилет, который стоит 12 алмазов. Но, ребята, все круто. Давайте мы продолжим. Это у нас будет вторая работа, где мы также будем отбиваться от врагов. Вуров. Прессингарден. То есть, какой-то сад. В какой-то сад, где там что-то будет. Защити древнюю орхидею. Так это все и называется. А, так, зона А, зона Б. Тут у нас выход. И у нас две камеры, ребята. Давайте мы сначала разведаем, что у нас тут есть такое. Так. У нас тут одна камера. Нужно смотреть расположение камер. И тут у нас другая камера. И древняя орхидея. То есть, нам нужно защитить вот этот цветок, чтобы никто, никто ее не украл. Вот этот цветок, чтобы его никто не украл. Возвращаемся, ребята. И будем наблюдать через камеры. Первая камера, ребята. Смотрим. Я не знаю, сколько там часов осталось. Потому что, как увидели, кто заметил, тут молодец. То, что у нас там есть даже какие-то часы, которые нам нужно продержаться. У нас где-то 2-3 часа, чтобы, ребята, продержаться. И убить каждого, каждого, кто надумает забрать у нас наше сокровище. Будем, ребята, надеяться, то, что в этой ночи, ну, никто нам не встретится. Никто нам не встретится. А может и встретится. Фиг его, ребята, знает. Как я читал предысторию этой карты. Это очень криминальный район. Вот тут эти все сокровища содержат. Ну, то есть, находятся, да, в этом всем районе. Но он очень криминальный. Так, тревога! Кто? Где? Кто украл? Ах ты, паскодер! То есть, он очень, ребята, криминальный. И каждую ночь тут происходит ограбление. Как видите, ребята, это наша вторая ночь. И мы уже столько воров нафиг словили. И, ребята, смотри, что нам написало. То есть, вор сейчас находится в тюрьме. Каждому вору по заслугам, ребята. Сейчас нам нужно словить еще... Мне кажется, то, что вот когда нам на экране пишут, что осталась еще одна ночь. Не ночь, а еще один час. Это означает то, что нам нужно словить еще одного вора. То есть, в зависимости, сколько часов нам осталось, столько воров нам еще и попадется. Поэтому, мне кажется, то, что остался еще один вор, ребята. Смотрим. Пока что никого не вижу. Пока что нету никого. Будем надеяться, то, что он или придет Бестер, чтобы мы его закукошили, или вообще не придет. Потому что, мне кажется, уже давным-давно все должны были понять то, что связываться с охранником Мэдисоном не очень хорошо. Так, я пока... Вижу! Зараза! Стоять! Стоять! Зону Б! Не украдешь! Верни обратно, паскуда! Грязные руки вытри помой! На, врыло! Да! Мы прошли второй уровень! Опять спасибо тебе за твою тяжелую работу, которую ты выполнил сегодня ночью и сохранил вот это место. Вам спасибо! Вам спасибо! Спасибо маме, папе, всему моему городу, родному, бабушке Зине. Хоть я не знаю, кто это. Спасибо. Ну, ребята, ребята, знаете что? Мы поднимем сложность на нормальную. Да, потому что изи это слишком изи. Да. Очевидность. Поэтому, ребята, у нас сейчас будет третий уровень. Третий уровень это у нас... Это у нас подземное, мать его, хранилище. Офигеть! И, кстати, что мы можем купить за шесть алмазов? Давайте мы купим, купим, купим электрошок, ребята! Офигеть! Офигеть! Вы смотрите, электрошок! Электрошок! Мы можем фигачить... Нажми правую кнопку, чтобы использовать, да? Ну, сейчас будем нажимать. И, кстати, за три алмаза мы что еще можем купить? Давайте мы сэкономим вот эти алмазы, выполним еще одну миссию и потом купим железную, мать его, дубинку! И начинаем, ребята, нажимаем на старт. Так, защити какой-то источник энергии. Давайте сначала пойдем на разведку. Посмотрим, что у нас тут такое. Так, у нас тут есть коридор, очень большой. Потом у нас тут есть еще один коридор. Тут у нас какие-то двери, мы потом туда зайдем. И тут у нас еще один коридор, да? То есть два коридора, это, наверное, зона А и Б. И внутри у нас что? Нифига себе! Смотрите, это как, знаете, сканирование. Сканирование пальца есть. Это у нас сканирование пяток. По пяткам определяют, кто может зайти, а кто не может зайти. И, ребята, смотрите, источник энергии. Мать его, источник энергии. Бесконечная энергия. И смотрите, сколько тут всяких сокровищ, сколько тут всяких сокровищ. И нам нужно это все защитить, ребята, от ворюк. Давайте посмотрим, что у нас на первой камере. Как видите, действительно, первая камера, это у нас первый зал. Вторая камера, это у нас... Ага, вторая камера, это у нас внутри, чтобы рассматривать вот этот, там, где находится источник энергии. И я уже вижу заразу! Я уже вижу заразу! Там кто-то... Вот ты... А что ты там стоишь, мудак? Что ты там-то стал, мудак? Ты же должен воровать вот эти все... Вот эти... Нифига себе, я его шандарахул, вот этим электрошокером. На тебе, врыло! На тебе, врыло! Еще раз на тебе! Да сколько мне его бить нужно? Так. Все! Мы посадили этого вора! И у нас, ребята, еще осталось два часа. Два часа, это, наверное, два... Две ворюги. Две ворюги, которых нам еще нужно убить и посадить, ребята, в тюрьму. Будем надеяться, что они придут очень быстро. Потому что мы все так вот этих ворюг, как будто не знаю что. Но, как вы заметили, ребята, чем дальше, тем это все будет сложнее. Конечно же. Конечно же, ребята, это будет все сложнее. Потому что самый последний уровень, это у нас какой-то ядерный нафиг реактор. Мне интересно, что там будет. Он уже, он уже украл! А куда мне нужно? Я вообще не там появился. Так, зараза! Ты как-то очень... На тебе электрошокером по заднице! Ты как-то очень быстро это все сделал. Нифига себе, у нас действительно нормальная сложность стоит. И они уже вот такие... Они уже сильные, ребята! Они уже сильные! И мы словили еще одного матьевого вора! И у нас остался последний! Последний ворюга! Это какой-то босс будет! Прям, прям, босс ворюга какой-то! Будем надеяться, что он не очень быстрый, как оказался вот этот второй ворюга, который уже практически спер вот этот энергетический камень, ресурс, что это такое, до тех пор, пока мы пришли за ним! Так, никого, никого! Тоже никого! Это отвлекающий маневр, ребята! Так, ворюга! Мы тебя ждем, паскуда, паскуда! Мы тебя ждем, паскуда! Паскуда! Пока что никого нету! Тут никого! Тут никого! А тут... Уже украл! Нифига себе, вы мать его, шустрые! Так, стоять! Электрошокером тебе по яйцам! Прямо вот реально в яйца тыкнул! Случайно! Реально случайно получилось! На тебе еще один! На тебе еще! На тебе еще! На тебе еще по яйцам! На! На! Верни электрический или какой-то там ресурс! Да! Ребята, мы прошли третий уровень! И опять спасибо тебе за тяжело проделанную работу! И за то, что ты сохранил это место! Оставил его в безопасности! И четвертый уровень это офис Моджанга! То есть Майнкрафта! Офигеть, ребята! Круто! И потом у нас будет... Тюрьма! Потом у нас будет яхта! И потом ядерный мотиву реактор! И у нас есть 11 алмазов! Офигеть, ребята! Я сейчас поставлю на тяжелую сложность! Или же на нормальную, ребята! Сейчас посмотрим! Но давайте, знаете что? Давайте мы в первую очередь купим себе железную нафиг... Дубинку! Почему тут плюс 3? А тут плюс... А! Это плюс 10! Тут у нас плюс 3 урона! А тут у нас 10 урона! Нифига себе! А что у нас есть? И еще! Давайте купим... Давайте купим... Давайте купим... Давайте купим вот эти... Вот эти стрелы! Что это такое? Shoot into ground... Ого! Нифига себе! То есть стрельнуть... В землю или в стену? И что это такое? Викнес! Ага! Нифига себе! Круто! 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 Но, ребята, эти 5 алмазов мы сохраним для того, чтобы потом купить себе вот этот! Вот этот! Вот этот! За 12 алмазов какой-то супер-пупер накрученный нагрудник! А в этот раз, ребята, на этой серии мы будем заканчивать дубинкой в рыло! Ребята, я буду рад, если вы влезли небольшой палец вверх! Если вместе с вами мне сможем брать 3000 лайков на вот этой серии, то я завтра же, ребята, выпущу продолжение этой крутой карты, где мы также будем продолжать охранять какие-то различные, ребята, места! И не дадим ворам украсть какие-то ценные сокровища! Поэтому, ребята, очень просто поставить лайк всего лишь за одну секунду! А если мы дружно с вами все соберемся, наберем 3000 лайков, то завтра же выйдет правило продолжения прохождения вот этой карты! Ну, или же какая-то другая карта, которая, ребята, вам понравится! Пожалуйста! Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня, как друг! Делитесь этим видео со своими друзьями, делайте репост в ВКонтакте, чтобы больше людей узнало, какими охранниками крутыми мы же можем быть! И также, ребята, пишите ваши комментарии! На самые интересные я буду отвечать! И пишите, нравится ли вам эта карта или нет! Потому что, ну, лично мое мнение, она офигенная! Ребята, я буду с вами уже прощаться! Приходите на мой канал завтра, потому что каждый день выходят новые видео! Я каждый день вас буду ждать на моем канале, ребята! Я всегда вас рад видеть! Да, ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр! Всем удачи и всем пока!